СНЕГУРОЧКА Мы перенеслись в Симбирск на полтора века назад. Для этого нам надо было просто подняться по старинной чугунной лестнице с резными ключами знаний. Вот так давался сигнал на урок в гимназии. Ну а у нас такая вот достаточно легкая неважокая программа, вроде бы урок что-то писали. В настоящем классе того времени всем участникам экскурсии предложили написать на фирменном бланке новогоднее пожелание себе любимым. Но все писали не шариковыми ручками, а пером и чернилами. Интересно, что в тексте надо было соблюдать еще и правила прошлого века – писать на конце твердый знак. Даже взрослые с непривычки с трудом выполнили такое задание. Эти сувениры все забрали с собой на память. На Рождество все обязательно ходили в храмы. Некоторые из них участники экскурсии смогли увидеть на диораме, где очень точно изображена часть в Симбирском, на которой находилась классическая гимназия. В центре экспозиции хорошо можно разглядеть соборную площадь. Сейчас это площадь Ленина. Здесь стояли два кафедральных собора – один Николаевский, второй с колоннами Свято-Троицкий собор. Но именно рождественские богослужения проходили в Николаевском соборе. Он считался зимним. На Рождество над Волгой тогда плыл колокольный звон, поскольку церкви располагались одна за другой. Наше знакомство с гимназией завершилось в актовом зале, где уже стоит огромная елка. Когда-то здесь проходили рождественские балы гимназистов. Зал украшался еловыми ветвями, алыми лентами и свечами. Покинув стены гимназии, Снегурочка продолжила рассказывать, как отмечали новогодние праздники в Симбирске. Волг – еще один праздник, который отмечался 31 декабря. Волг – у него такие более гимназические традиции межпокристианства. Назывался он очень интересный щедрец. Новый год жители Симбирска любили отмечать в театре или зале дворянского собрания. Пока мы гуляли по эспланаде, нас уже заждался Дед Мороз. Правда, он приехал не на санях, а на комфортабельном автобусе, чем очень поразил детвору. Дед Мороз и Снегурочка пригласили всех прокатиться на новогоднем транспорте. За рулем был сам Дед Мороз, а экскурсию проводила Снегурочка. Где еще такое увидишь? На комфортабельном автобусе мы переместились в мемориальный квартал музея-заповедника Родины Ленина. Около музея симбирской фотографии Дед Мороз с нами распрощался. Уже на улице Ленина, где когда-то проживали зажиточные симбиряне, Снегурочка рассказала о продуктах, которые можно было встретить на праздничных столах. Здесь же продавали иногда и ананасы, которые вполне бывали на праздничном симбирском столе. Один фунт ананаса стоил до двух рублей. Ананасы выращивали в местных оранжереях, а иногда даже из Москвы привозили. В некоторых магазинах можно было приобрести даже живого осетра за три рубля. А вот делать на праздничный стол нарезку из всевозможных колбас и сыра было не принято, Зато бутерброды с икрой вполне имели место быть. В 19 веке елку украшали ангелочками из картона и ткани, яблоками из ткани, Набитыми ватой, звездочками, снежинками, снегурками и другими игрушками, сделанными своими руками. Переместившись в узбу на территорию усадьбы, мы тоже попробовали смастерить ангелочкой из ткани, Которого забрали домой на свою новогоднюю елку. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.